всем привет вы на канале все об excel и эта категория короткие уроки быстро и по делу ритр с частичным соответствием сразу хочу отметить что показанный мною прием будет работать только у тех пользователей которые обладают уже последними версиями microsoft excel поддержкой функций динамических массивов по нашему примеру нам с вами необходимы из нашей исходной таблицы которая в себе содержит как обычно с наших сотрудников дату рождения их должность по любым символом вбитым в поле сотрудник подобрать тех сотрудников которые подошли нашему с вами критерию и в этом нам поможет одна из функций динамических массивов эта функция фильтр сначала давайте я расскажу базовый синтекс из данной функция функция фильтр стоит из трех аргументов причем последний третий аргумент у функции является необязательным первый аргумент это массив в качестве массива давайте сошлемся на все наши с вами исходные данные но разумеется без нашей шапки на 6 2 аргумента включить это условие по которому будут фильтроваться наши с вами данные давайте в качестве наших условий выдели весь диапазон с нашими сотрудниками и через равенство приравняем его пока что к нашей пустой ячейки аж 7 и также не забудем про необязательный третий аргумент это если пусто то есть это некий аналог функции если ошибка если наша функция фильтра выдаст ошибку на своем выходе то мы можем сразу же заменить данную ошибку каким-то текстовым полом быть так и пропишем не найдено закрываем нашу функцию фильтр давайте введем ее в ячейку и получаем слова не найдено почему потому что наш там ячейка h7 на данный момент пустая вот и скажем я начну вводить кого-либо из сотрудников я начинаю варить сотрудник у слова я увожу могу ввести текст в ячейку но моя функция фильтр также пока ничего не нашел давайте вернусь в ячейку и допишу уже инициалы нашего с вами сотрудника но увожу текст в ячейку и уже функция фильтр нам отфильтровала наши с вами исходные данные гласто нашему критерию но как же будь в том случае когда нам сами необходим частичное соответствие то есть я хочу ввести букву с и получить абсолютно всех сотрудников которых содержится данный символ с и вот вам сами помогут наши добрые старые функции такие как функции поиск и функции число давайте я вернусь в ячейку g10 и напишу уже более универсальную формулу помощью функции фильтра качестве первого аргумента массив я снова буду ссылаться на свой диапазон данных без учета шапки потому что она мне здесь не нужна качестве 2 аргумента включить я хочу прописать условия для своей функции таким образом чтобы она мне отбирала все мои значения даже по одному символу для этого я буду использовать функцию есть число которое мне будет проверять результаты выполнения функции поиск из категории текстовые функции качестве первого аргумента для функции поиск искомый текст я буду ссылаться уже на ячейку h7 который и будет содержаться мои критерии для поиска второй аргумент это текст для поиска где функции поиск должна будет искать данные совпадения для моего примера это разумеется часть данных которые в себе содержит наших с вами сотрудников поэтому я выделяю весь диапазон с нашими сотрудниками 3 аргумент данной функции он не обязательно я его пропускаю закрываю функцию поиск закрываю скобку от функции число и перехожу третьему аргументу от функции фильтр это если пусто давайте снова напишу не найдено закрываю нашими скобку от функции фильтр пожил ее в ячейку и смотрите я уже получаю всех сотрудников и их фил то содержится символ с это не обязательно может быть именно сотрудники у которых начинается их не фамилия на букву с это абсолютно все сотрудники в которых есть символ с в том числе сотрудник токарева н.с. в очередь содержит символ с поэтому функция и выдала нам с вами данного сотрудника при данном частичном соответствии если допустим не необходимо фильтровать своих сотрудников у которых начинается фамилия на букву г и р скажем у меня это всего-навсего два сотрудника ну и разумеется если я удалю вы критерий из ячейки по функции фильтр мне выдаст абсолютно весь диапазон моих исходных данных но мне разумеется такой результат не устраивает поэтому давайте я вернусь в ячейку джей 10 перейду строку формул и допишу во втором аргументе от функции и часов включить еще в одно условие что если моя ячейка аж 8 не равна пустоте то только тогда моя функция фильтр будет фильтровать а если ячейка равна пустоте я хочу получить слова не на 1 потому что моих исходных данных разумеется пустоты нету поэтому я могу использовать либо функцию и логическую могу использовать также логический амперсант звездочка что равноценно функции и и я хочу добавить условие что моя ячейка аж 8 не должна быть равна чему пустоте закрываю круглую скобку снова ввожу функцию фильтров ячейку и уже получаю при пустой ячейки аж 7 результат не найдено потому что данных у меня здесь нету вот и снова виду какие-то символы и получил свой результат ну и давайте в конце данного видео урока я еще покажу как же все таки получить всех сотрудников чьи фамилия начинается скажем на букву потому что в данном варианте функция фильтр на сами выдаст абсолютно всех сотрудников в записи которых да есть символ а как же будете сами необходимы только сотрудники еще фил начинается на букву г в этом нет никаких проблем давайте вернемся в ячейку 10 идем ко второму аргументу от функции фильтр это включить и в качестве условия уже пропишем опять таки одну из текстовых функций функция лев сим которая из моего текста мне вернет один первый символ и я приравняю данный первый символ к своей ячейке сотрудник аж 7 давайте я введу функцию фильтр данного чайку и получил уже всех сотрудников чё фил начинается на букву г меняем скажем на букву и получаю всех сотрудников на букву т вот так вот просто используя второй аргумент от функции фильтра выключить вы можете прописывать абсолютно любые условия под ваши нужды